Продолжаются поиски 4-летнего ребенка. 5 мая по системе 112 поступило сообщение о том, что в Ичалковском районе в Кемле в реку АллатРь упал мальчик 4-х лет. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели аварийно-спасательной службы и сотрудники других ведомств. В течение четырех дней водолазы обследуют реку, но мальчика до сих пор не нашли. Спасатели патрулируют реку на лодках, обыскивают прибрежную зону. Работу затрудняет быстрое течение реки. Поиски ребенка продолжаются. 19-летний житель Саранска попался на уловку мошенников. 1 мая он нашел в интернете объявление о продаже фотоаппарата за 46 тысяч рублей. Связался с продавцом, уточнил срок доставки и привел запрошенную сумму. Мошенники перестали выходить на связь. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Уважаемые граждане, МВД по республике Мордовия рекомендует вам быть внимательными и осторожными во всех сделках, связанных с продажами или приобретениями какого-либо товара или услуг в интернете. Не стоит совершать переводы денежных средств, не запросив дополнительную информацию, которая может подтвердить честность и добросовестность продавца или покупателя. Преддверие Дня Победы министр внутренних дел по республике Мордовия генерал-майор полиции Юрий Арсентьев навестил ветерана органов внутренних дел полковника внутренней службы в отставке Ивана Корневича. На его счету множество наград и медалей. Глава ведомства, общаясь с ветераном, поинтересовался его самочувствием и предложил оказать помощь, если она необходима. Забота о старшем поколении была и остается приоритетом для республиканского МВД. Также Юрий Арсентьев поблагодарил ветерана Залепту, внесенной в общее дело Победы за годы беззаветного служения Отечеству. Пожелал крепкого здоровья и долголетия. Сегодня, 8 мая, накануне Дня Победы, в память о погибших на фронте солдатах и офицерах, в числе которых были и сотрудники органов внутренних дел, к стеле памяти у зданий МВД под троекратный оружейный салют были возложены венок и цветы. В торжественной церемонии приняли участие министр внутренних дел по республике Мордовия Юрий Арсентьев, руководство, личный состав ведомства, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны органов внутренних дел, вдовы участников войны, актив Совета ветеранов, члены Общественного совета при МВД. После возложения цветов присутствующие почти лепавших на полях сражений героев войны минутой молчания. В память о фронтовиках, павших на полях сражений и сотрудниках, погибших при выполнении служебного долга, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий совершили панихиду. В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что из соседней квартиры слышны крики о помощи. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия. В одной из комнат обнаружили 42-летнюю женщину в бессознательном состоянии и 38-летнего хозяина квартиры. Из собранных материалов следует, что 1 мая 2019 года потерпевшая вместе со своими подругами находилась в гостях у приятеля, где компания распивала спиртные напитки. Конфликт между гостей и хозяином квартиры возник после того, как все разошлись и они остались дома вдвоем. По предварительным данным, женщина сказала в адрес мужчины несколько оскорбительных слов, в результате чего последний начал уносить ей удары кулаками по голове. Пострадавшая выбежала в подъезд, однако фигурант вернул ее в квартиру, где продолжал избивать ее. Скорую помощь и сотрудников полиции вызвали соседи, ставшие свидетелями инцидента. Женщина была госпитализирована в реанимационное отделение медицинского учреждения, где до настоящего времени находится в тяжелом состоянии. Житель поселка Луховка задержан, он заключен под стражу. В лечебном исправительном учреждении номер 119 прошел конкурс рисунков среди отрядов осужденных на тему День Победы. Работы были посвящены героизму и отваге советского народа в годы Великой Отечественной войны. По итогам конкурса отряды осужденных, занявшие призовые места, были награждены памятными дипломами. Присягу на верность служебному долгу и соблюдению законности приняли девять молодых сотрудников Уголовной исполнительной системы Республики. Торжество состоялось в канун празднования Дня Победы в музее ведомства Мордовии. Приветствовал пополнение заместитель начальника УФСИН России по Республике Мордовия Александр Крамаренко. Он заметил, что принятие присяги – торжественный и волнующий момент в жизни сотрудников СИН. Это священная клятва верности и служения народу и Отечеству. В Мордовии ищут двух подростков – Владислава Ложкова и Даниила Матвеенко. 5 мая 2019 года, около 19 часов, подростки самовольно покинули территорию детского дома школы, расположенного в городе Ордатов, и до настоящего времени о них ничего не известно. Владиславу на вид 13-14 лет, рост 125-130 сантиметров. Он худощавого телосложения, волосы светлые. Был одет в черную укороченную весеннюю куртку с вставками салатового цвета вдоль молнии. Может находиться в инцаре, где проживает его мать. Даниилу на вид 13-14 лет, мальчик среднего телосложения. Рост 135-140 сантиметров, волосы черные, лицо смуглое. На нем была ветровка салатового цвета со вставками синего цвета на плечах, черные штаны и синие кроссовки. Может находиться в городе Ковылкино, где проживает его отец и бабушка. Если вам что-либо известно о местонахождении несовершеннолетних, просим сообщить по телефону 38 59 00 или 102. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова